МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Любовь похожая на стол!" Сегодня программа «Это вкусно» в гостях у финалиста шестого городского вокального телефестиваля «Поющий город Ольги Хорошиловой». Сегодня я предлагаю рецепт для людей, у кого повышенный холестерин, кто хочет кушать вкусно и при этом полезно. И для этого нам понадобятся вот такие вот ингредиенты. Курочка, грудка, хурма, грибы, чеснок, кефир и помидоры, лук. Начнем мы с курочки. Ее нужно обязательно очистить от шкурки. Это обязательный процесс в этом блюде. Все жиры убираем обязательно. Не нужно, чтобы были жиры. Если у нас повышенный холестерин, то мы все это убираем. Значит, курочку мы режем вот такими вот кусочками примерно. Еще раз. Да, вот такими вот кусочками мы ее режем. Все это мы складываем. Так, аккуратненько. Теперь мы берем хурму. Она у меня уже помытая, приготовленная. Мы ее очищаем. Вот это мы убираем. И хурму я режу вот так вот. Объясню потом почему. Потому что там есть косточки. И когда мы ее вот так вот режем, таким образом, косточки остаются. Они нам потом не будут мешать. Вот так вот раз. Мы их, вот, пожалуйста, они... Вот. Легко их достать оттуда. А потом... Не буду скрывать от телезрителей, что вы участник финала конкурса «Поющий город». Как вообще кулинария сочетается с музыкой? Ну, вы знаете, я думаю, что в кулинарии, как вот в данном случае, да, необходимо творчество. Ну, так же, как и в пении. Пение – это творчество, и в кулинарии – это тоже творчество. Если человек не творческая личность, то обычный в кулинарии, он как бы, ну, не очень силен, так скажем. Это вот подмечено. Все творческие люди, они умеют очень хорошо готовить. Ну, здесь вы попадаете в десятку, потому что по профессии вы повар. Ну, да. А поете вы за работой? Я всегда пою. Я пою не только за работой, я пою всегда. Да, я ночью просыпаюсь и пою. Теперь мы берем чеснок. Вот. Я просыпаюсь утром, пою. На работе я пою. И после работы я пою. Я пою всегда. А есть у вас, например, какая-то любимая песня, ну, там, скажем, «это для утра», чтобы настроение было хорошо? Нет. Вы знаете, как бы, я вообще люблю песни со смыслом, чтобы были. То есть я не люблю, какие попало песни. Я предпочитаю песни, чтобы в них был заложен смысл. Вот, поэтому, как бы, ну, таких вот просто песен, так раз, спонтанно, как бы, в моей голове всегда песни, ну, со смыслом, так скажем. Ну, перед жюри вы представили песню Пугачевой. Да. Я думаю, большинством вообще зрителей любимая. А у вас она, как бы, в числе избранных. Ну, вы считаете, что эта песня не со смыслом? Мне кажется, очень даже, ну, эта песня, она, в ней глубокий смысл заложен в этой, на самом деле, в этой песне. Что там есть такие слова «на разлуки нам любовь не разменять». Понимаете, очень часто мы свою любовь размениваем на всякие такие вот мелочи, на обиды, на разлуки, на, знаете, гордыню какую-то свою. Вот, и поэтому я считаю, что там, ну, в этой песне есть смысл такой. Мне нравится песня. Вообще, я Пугачева, как бы, очень песни ее раньше любила, так скажем. Мне еще очень нравится «Сафиро Таро». Да, кстати, вот мы режем шампиньоны. Очень нравится мне «Сафиро Таро». Вы, как человек творческий, все время усовершенствуете рецепт, да? Да, вы знаете, я очень часто придумываю рецепт. Ну, как бы, что-то вот мне раз вот захотелось, и не просто захотелось, а вот мне приходит какая-то идея. Допустим, вдруг я раз вот захотела курицу с бананом. Ну, вот ни с того, ни с сего, не знаю, вроде такое, как бы, понятие банан и курица несовместимы. И опять же, так же все спонтанно, все это, еще лучок добавим. Так же спонтанно все это происходило. Я просто взяла курицу, отбила ее, ну, туда положила майонез, когда еще мне можно было. Я немножко совсем. Я положила туда вот такой вот соус. Положила туда банан, чесночок, вернее, чесночный соус вот этот вот был. И все это просто вот так закрыла и, ну, в духовке сделала. Вы знаете, вкус получился, ну, весьма такой вот неожиданно приятный такой. Мы заливаем все это кефиром, туда добавляем вот такой вот, его продает в магазинах этот соус. И мы сюда немножко его добавим. Он как будто уж чесночный, но при этом он еще томатный. И такой очень своеобразный вкус придает этот соус интересный. Возьмем немножко укропчику, укроп обязательно. Он тоже придает такой, знаете, ну, этому блюду придаст такой вкус очень интересный. Посолим. Все это мы перемешаем. Все это мы перемешаем, чтобы соль... И сколько времени настояться оно должно? Соль по вкусу мы добавили. Да, это должно настояться. Это блюдо, оно не быстрого приготовления. То есть это блюдо, его нужно готовить заранее. То есть если вы задумали завтра вкусно покушать, вы его можете с вечера сделать или с утра. И все вот это вот теперь нужно поставить в холодильник. Ну и добавим лавровый лист, потому что он дает такой пряный вкус нам. Я всегда добавляю лавровый лист, в принципе, везде. Теперь, пока наше мясо в холодильнике, пока маринуется у нас все, нам нужно поставить вариться рис. Значит, мы посолим его. Я солю всегда рукой. То есть я привыкла всегда солить руками. Я потому что чувствую, сколько нужно соли. Ложкой не могу этого чувствовать. Поэтому берем где-то вот такую вот корсточку соли. И еще так вот. Я думаю, что будет нормально только. Вот такое у нас должно получиться мясо. Вот видите, у нас все настоялось. Все такое видно, что все такое красивое, пропитанное. И вот это вот мясо мы сейчас будем ставить в нашу духовку. Насколько по времени? Ну, вы знаете, по времени где-то минут 30-40 будет. Потому что, ну, тут мясо, тут все это, много жидкости. И надо, чтобы оно маленько подвыкипело и подзапеклось. Так, я выставила температуру 220. Если нужно будет, мы потом маленько убавим на 200. Ну, а пока варится у нас рис, так как рис наш еще не совсем готов, не успел свариться, мы порежем помидорки. Рис у нас готов. И мы сюда добавим немножко растительного масла. Растительное масло можно при холестерине кушать. Поэтому вообще при повышенном холестерине масло растительное желательно во все блюда сверху поливать вот такое, ненагретое. Как бы это очень полезно. Что мы и сделали. Желаю, чтоб вы все были богаты, И чтобы над вами сияло солнце ярче, чем над Мадагаскаром. Чтоб до 100 лет жили, чтоб горя не знали, И чтобы ваши дети вас радовали. Дорогие мои, я предлагаю вам попробовать это замечательное, вкусное диетическое блюдо. А еще в конце декабря я приглашаю вас в городской дворец культуры поболеть за меня на фестивале «Поющий город». Спасибо. Для приготовления курочки по-хорошиловски вам понадобится курица, филе 300 грамм, хурма 1 штука, шампиньоны 5-6 штук, чеснок 4-5 зубчика, 1 стакан кефира. Замаринованную с хурмой, грибами и чесноком курочку поставить в холодильник на 3, а лучше на 5 часов. Через 30-40 минут в разогретой до 220 градусов духовке диетическая курочка будет готова. Ювелирная сеть «Золото России» выгодно скупает старое золото, а также меняет ваше золото на новое. «Золото России». Нам лучше быть вместе. Вкусная столовая в районе вокзала. Комплексный обед от 130 рублей. Всегда свежая выпечка. Услуга – еда с собой. Проведение мероприятий. Мы ждем вас по адресу улица Митрофанова, 35. Столовая Танюша. О, вот это костюмчик. А под ним что? Флиз. А под ним что? Термобелье. А зачем столько одежды? Чтобы в самый сильный холод не мерзнуть в спортивном мире все для зимних видов спорта. Переулок Коммунарский, 27. Компания «Строймир» предлагает большой выбор строительных и отделочных материалов. Инструмент, сантехника, двери, кафель, линолеум и многое другое. «Строймир» – отличный выбор, если вы хотите сэкономить. Мы ждем вас, улица Яминская, 40. Головка домашнего сыра или кусок ароматной колбасы, охлажденное мясо или замороженные полуфабрикаты. Сибирские натуральные продукты по низким ценам круглый год. Ждем вас в сети магазинов «Фермерская лавка».